Тема нашего выпуска попасть в сети, согласитесь, все соцсети схожи между собой, в них ты можешь рассказывать буквально все о себе, от вообще фамилии, имя, отчество, рождение и далее пошли личные фото и видео. Надо отдать должное соцсетям, быстрота, с которой люди оказываются в контакте с помощью соцсетей, порой чрезвычайно удобна в современном мире. Но это действительно так. Тем не менее, все удобства обращают в ничто, когда от социальных сетей возникает самая настоящая зависимость, а таких мы знаем много. Обо всем подробно мы поговорим в студии с гостем Андрей Чукашин, психотерапевт. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Павел. Доброе утро, Анна. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот кто эти самые люди, которые попадают в зависимость от социальных сетей? Вы знаете, на самом деле это не люди попадают, а их слабости, которые приводят их к определенной зависимости. Я лечу различные такие слабости с начала 80-х годов. О каких же слабостях мы говорим в случае соцсетей? Чего не хватает человеку? Вы знаете, ну скажем, во-первых, мы определим в соцсети, конечно, это великая благость. То есть вообще всякое глобальное, все, что упорядочено и на уровне государства, и, так сказать, домов, это великое благость совершенно, потому что действительно это память, это не нужно при собой иметь клуб знатоков и так далее, это великое дело. Что касается соцсетей, вы понимаете, можно слабости отнести к определенному, скажем так, пессимизму, негативу, еще чему-то. Негатив, вот психологи говорят негатив. Вот, и есть позитивно. Ведь смотрите, мы общаемся, предположим, в соцсетях, если позитивно, то это практически деловой разговор. Конечно. То есть это короткий разговор, то есть там вот нет того, что называется зависание. Вот когда происходит зависание, это всегда какая-то тема пошла левая, вот как говорится. То есть она пошла вот в этот разговор, который куда-то уводит, затрагивает определенные темы, что-то нарушает. Но разговоры, смотрите, разговоры, понятно. Есть ведь другая молодежь, которую мы видим без конца, которая просто перелистывает все вот эти сумасшедшие картинки. И это идет вот такой бесконечный калейдоскопом ряд. Хайп называется он. Совершенно верно. Вот это о чем? Вы знаете, парадокс заключается в том, что я когда-то был, сколько-то лет назад, была такая замечательная передача «Времечка», и я был на ряде этих передач. И после передачи меня спросили ведущие перед Новым годом, что вообще делать. Там, по-моему, передача была «Удовольствие», развитие личности и так далее. Я сказал, ребята, вот сейчас появились вот только что эти телефоны. Сотовые, да? С картинкой. Я сказал, смотрите, вот вы едете в автобусе, смотрите эти картинки, это все лучшее, чем вы просто тупо будете смотреть, и у вас как бы серый мир зашкалит штампами и так далее. Смотрите, развивайтесь, потому что есть много всего в этом мире. Ну, а теперь, да, в другую сторону это все повернулось. Андрей Юрьевич, а вот что делать с теми людьми, которые вообще, например, не сидят в социальных сетях? Да, если человек отрицает этот мир, ну, давайте кратко ответим. Люди, которые не отрицают, которые хорошо используют социальные сети, выглядят и развиваются гораздо лучше. Честно-то говоря. Ну, а где вот найти вот эту середину все-таки, чтобы и не быть зависимым человеком от социальной сети, и чтобы все-таки и совсем не отрицать? Я бы очертил лучше грани. То есть, если человек, предположим, начинает как бы уединяться, иметь какую-то мысль, эта мысль развивается в какое-то направление, что он умнее всех, что все неправы, что то, что папа с мамой, там, жена, муж, это все одно, а он другое, и он эту ситуацию выправит в любой момент, все. Это уже черта очень серьезная. То есть, это уже прям зависимость. Что делать, если мы видим, что, да, вот в нашем поле зрения есть такой человек, который явно на своей волне и с сетей не выходит. Куда бежать? Я с того времени, когда еще никому не ведомо были, все собирались на кухонках, теперь, я думаю, знают, и психологов, и психотерапевтов. А случай, который мы затронули, это уже психиатрический случай. Напомним, что у нас сегодня в студии был Андрей Чукашин, психотерапевт.